Продолжение следует... 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 где есть массовые могилы, как на Бабу Мояру. Я, может, выложу тут инсталляцию. Видите, снимаю. Сейчас Асиево, вы видите, раскручивают. Емотов, Раджов, Пина. Но вы знаете, что скульптура этих женщин в инсталляции были расстреляны. Монголом, как его зовут, Стасом тоже. Стасом... Слепньолом. Поли расстреляны. Гатись, Ла Луна. Ну ладно. Дякую вам за увогу. Жене Богу, Мирослав Тянущий. Подписывайтесь на мой видеоблог. Я начинаю своё расследование и написание видеостримингу про секретную турнику ДНР-изоляцию, которая еще до сих пор существует, где нет допуску чиновного Христа, где ОБСЄ еще ни разу не было, где доси сидят наши люди, которых захопили в полон, которых там доси еще катают. ТАПИКОМ. Сексуальными... Сексуальными злочинами. Примушують до співробительства с ДНР. ДНР – это злочинная организация, которая организована Путином, но не без допомоги наших нужновладцев, потому что они допустили, что в 2021 году есть секретный констабер. И договорятся с Путином, разговаривают с ним, но ни один, вы знаете, Медведчук вчера летал в Кремль, летает на литаку, ему ни кордона, ни заборона, ни коронавирус, ничего не заважает. И его каналы продолжают брехать, разом с другими каналами, которые называются реваншизм. Реванш – это реванш, это повторение того, что было раньше. Спасибо вам за увагу. Самый был Олег Дмитрович Олезук. Изоляция. Айзон. На ту изоляцию справедливую Донецку мы не можем попасть, потому что там сейчас катение, там сейчас констабер, где катают наших украинцев, разом с ДНР. Решті нашел. Бачите? Такая самая труба. На ней была инсталяция. Памятаете? Я потом вам поставлю ролик, как они взорвали эту трубу. Была инсталяция, сделана французским художником, и там была такая помада, губная наверху. Они ее подорвали. Тут, бачите, тоже такую трубу. Мабуть, все сыграло выборы этого места для этой изоляции. Вот она. Изоляция из ООНК. Решті я ее нашел. На территории Судобудивного Киевского завода, который належит Порошенко, который не побудовал жутного корабля. А катера там тонуть, вы знаете, броньованные катера не пройшли в упробовании в Азовском море, в Черном море. Дякую вам за увагу. Дякую вам за увагу. Так, дякую вам за увагу. До побачення. Я стою біля входу, бачите, изоляцию. Это объект, который сейчас находится в Киеве. Я когда-то был арт-простер в окупованном Донецке на улице Святого Шляхуттера или Святого Потитрі. Саме такую назву выбрал из своего опыта Мой коллега по Радіо Свободы в Лапках или агент ГРУ как Россия, так и Украина Асеев Стас Он написал по прозвищу Васин, но у него еще и норма Это его псевдо или позовный как он там рассказывал на МГБ на бульваре Шевченко 26 Все знают, что там еще есть запис где он поносит Украину всякими словами но оприлюднил только один запис он написал написан он Крупской знаете это Донецка там где находится Денеревская Шобла их Кубло он был областная Рада А вот это совет где же там Шишкина голосуют и другие вот я находил биле этого объекта вот написано это Кафе вот Галилея Фотолап и Золап Шелкоград я поклялся никак не написать книгу я хочу снять документальный фильм про изоляцию справженную изоляцию тех людей которые там но все знают что недавно приглянуло я приглянуло на фейсбуке все их бачили на 1 плюс 1 показывали фильм про головного палича так называемого палича Куликовского Дениса Павловича его фото но очень удивительно что на записи передачи появился агент СБУ показал свою корочку и сказал что нужно не показывать святыну этого страшного нелюда который капал насиловал как мужчин так и женщин этого нелюда палич Куликовского Дениса Павловича синоним вызывал жах у людей то очень удивительно какую книгу написать один из любимых этого палича который его создавал настоящую жизнь в Евролюксе это был номер сантехника Евроокна там он жив с Петером сандулом и выдавали ноутбук он мог писать разные пости на которые ловили наших людей патриотов Украины то это правда про Россию а что я потом буду вам продолжать показывать про то как существовала изоляция как она появилась как она началась с 2014 где там массовое похование людей не только украинцев там были расстреляны козаки то есть дякую вам за увагу подписывайтесь на мой видеоблог я начинаю свой проект изоляции и будет много частин документарного фильма макита понес хлопец макита я как раз буду сашиком макита бачите хлопец макита я уже приобрел собі буду мстить оцей легендарный олень який стояв на терриконе там стояв на терриконе біля якого находятся массовые захованные людей в Денерии в том числе казаки у меня олень а хлопец який что пройшал с макитой что такое бачите цей легендарный олень який там стоял на терриконе я хочу сказать детской числе а сейв був поданный на здобуня Шевчинковской премии який сидел в специальной камере облудованою сантехникою з евроокнами який жодного дня не общался спілкувался с правильными українцями что можно написать конечно в этой книге будут существовать только росыяне росынские военнополоненные люди которые были чем-то завинили перед ДНР а может у них было много денег и там був такой оленьевод 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 посвятил Янине Соколовой целую передачу 45 минут они там пили кау сидели и он только оленьевода рассказал о том оленьевод это настоящий россиянин который сдал оборудки как поставлялась зброя из ДНР в Россию эти канали шли скрыть по Россию и 16 людей посадили он поклялялся его убить и вот этому оленьеводу он помог допомог якабы бежать и это он рассказывает Соколову Янине 45 минут не могу жодного слова про Украину только про себя как ему удалось что ему в тапик они засунули электрода в дубку и он цим хвалится який мудрый но не мог посадить сколько людей он писал на ноутбуке материалы на которых много людей в том числе я Мирослав дякую вам за увагу подписывайтесь на мой видеоблог бачите цей олень выяснили как это адреса если у донецкой изоляции находилась на улице Святлова Пути 3 то здесь эта улица называется Набережная Лугова но я хотел еще рассказать вам что подходит что была изоляция попадала в кадр про такую речь что если узнал первый адрес улицы Святлова Пути 3 таки був Усик Миша в 606 камере за ним сидел и он рассказал как он одного разу его повезли питать тапиком он был перевезником вис 6000 контактных линц которые забрали ДНР ну поймали его биле любовницы Верхнєторецкого которая была в Макеевке но самое главное то что он поїв халву перед тем его питали тапиком засунули электрод в дупу и он обкакался его голову завернутого в верточную ленту поклали в машину между сиденьем но забыли одевать и он увидел адресу что это улица светлого пути 3 и вот майже співробь прошло я уже у 601 камеры на шкоде октаве доставленный в МГБ ДНР на Шевченко 26 на шкоде октаве в белой курточке в белой курточке у меня куском Алексей а-ля Турман ума Турман я забег наверх на шестой поверх и первыми словами было вы меня обманывали что вы говорили что вы были и другие что вы поменялись уже не такие как в 2014 году там был Сергей мой учитель я выкладывал философии поставил пятерку не только по этому предмету заочник и Жебен Владимир Иванович сказал вы обманываете вы покатываете людей я даже знаю адресу улица святого пути 3 на сегодняшний Жебен Владимир Иванович сказал что Олегович вас теперь менять нельзя до речи сейчас Жебен Владимир Иванович сидит в Донецком СИЗО саме там где я провел майже два с половиной роки уязвения дякую вам за увагу подписывайтесь на мой видеоблог